Субтитры делал DimaTorzok Действительно связались с нами представители нашей украинской диаспоры в Венгрии и выразили желание, чтобы мы привезли эти фотографии в Горщину, показали, действительно передали эту атмосферу, потому что та информация, которая сегодня есть в средствах массовой информации в Европе, она, скажем, не во всей полнете передает ту ситуацию, которая есть у нас, она не передает те эмоции, те ощущения. Поэтому, конечно же, мы с радостью отозвались на это предложение и однозначно, почему именно важна, на мой взгляд, именно такая выставка. Потому что те репортажи, конечно, очень важны, которые делают журналисты, которые делают телевизионщики, они несут определенную информацию, но эта выставка, она достаточно уникальна тем, что она излучает энергию, она живая. Это не постановочные кадры, это то, чем живут. Да, все фотографии, видео, это то, что у ребят на телефонах, на их мыльницах, поэтому вот эту энергию, которая дает эти работы, она, ну, ничто другое не передаст. Поэтому я надеюсь, что все-таки Европа немножко лучше, что называется, из первоисточников получит информацию о том, что происходит у нас в стране. Мы думаем, что Венгрия – это не единственная страна, в которой эта выставка наша действительно будет иметь успех. Но вот почему начали именно с Венгрии, как связались с венгерской диаспорой? Ну, они сами нас нашли, потому что, когда прошла выставка в Николаеве, она получила хороший резонанс действительно по всей стране. И тоже, кстати, еще один момент, что в Венгрии, хоть она, вроде бы, да, за границей, но тем не менее там есть большое количество ребят-волонтеров, которые достаточно часто тоже бывают у нас в зоне АТО, которые помогают нашим парням. И вот, что называется, по цыганской почте пришла информация. Ну, они обратились, мы, конечно, откликнулись. Хотелось бы узнать, это будет та же самая экспозиция или какие-то фото и видео будут добавлены новые? Знаете, эта выставка, она немножко живет своей жизнью и один в один она не будет. Понимаете, это как два раза в одну реку не войдешь, так и тут. Потому что по сей день все равно поступают новые фотографии от ребят, которые тоже несут определенную информацию, несут свою энергетику. И, конечно же, все фотографии, они будут отпечатаны заново, потому что те, что были представлены на выставке, в принципе, они как бы разошлись. Там, кто на своем винире, кто как, но разошлось все по рукам. Поэтому она будет слегка обновленная. По поводу фотоматериала хотелось бы обратиться к вам, Владимир, потому что знаем, что вы помогаете с поиском фотоматериала, являетесь как бы одним из первоисточников. Как проходит поиск фотографий и их отбор? Поиск фотографий проходит, не проходит, скажем так. Это ребята, это мои товарищи боевые. То есть мы всегда обменивались фотографиями. То есть у кого-то из нас, ну взять даже Сашу Черникову, у него целый архив из фотографий, которых там просто очень-очень много. И как бы, ну сказать, что прям поиск идет фотографий, нет, это не поиск. Это идет обмен тем, ну скажем так, передальше жизни друзей. То есть эти фотографии передают то, как, ну не знаю. А насколько активно ребята делятся своими впечатлениями? Потому что эти фотографии, это действительно их впечатление, это их жизнь, то, чем они живут. Насколько они хотят делиться своим сокровенным? Ну скажем так, ребята делятся с теми, кто хочет видеть эти фотографии. То есть кто понимает их. Просто так, скажем так, поделиться фотографиями, нет, это, ну, не бывает такого, ну у нас. А преподнести эти фотографии тем людям, которые хотят узнать, да, мы, скажем так, с большим энтузиазмом, то есть показываем их. Ну, к тому же, я считаю, что, ну, правильно сказать, даже, что нужно показать людям то, как живут ребята, то, как они самоотверженно защищают Украину. Очень важно показать действительно настоящие реалии, чтобы ни у кого не возникла мысль о том, что где-то постановочный кадр, о том, что действительно какие события происходят там и чем живут наши украинские герои. Фотовыставка наша. Я хочу добавить, как раз когда проходила выставка и приходили ребята, много из них даже служили в других частях, не в Николаевских, и видят выставку, тут же предлагали, говорят, а у меня тоже есть, а вот я тоже, возьмите мои фотографии. То есть тут пополнение идет, я говорю, по большому счету, это даже правильно сказал Володя, это не поиск, а это действительно обмен, обмен и переработка фотографий, выборка тех, которые наиболее полно передают, потому что там все эмоции, которые свойственны человеку, это там видно дружба, там видно смерть, там и любовь, там эти знаете уже, которые стали там кошечки фейсбуковские, да, но тем не менее они есть и там тоже, потому что тут автомат, тут мина, тут какой-то щенок, тут котенок, тут печеная картошка в костре, то есть весь жизненный спектр, все, на что способен, в принципе, человек, все это есть в этих фотографиях. А вот в Венгрию какой отбор фотографий пройдет? Это будет что-то более упрощенное или наоборот больше боевых действий будет показано? Ну, я бы не сказал, что оно будет упрощенное, либо усложненное, то есть по большому счету большого вида изменения не будет. Некоторые фотографии, да, пополнятся новые, некоторые, может быть, не будут, но суть будет все равно та же. И максимально пытаемся воссоздать и ту атмосферу, которая была и на этой выставке, да, там будут эти маскировочные сетки и все, что можно, какие-то элементы. Поэтому, в принципе, она будет такая же. А кто поедет представлять фотовыставку нашу в Венгрии? Потому что действительно есть что показать, есть чем гордиться. Конечно. В первую очередь, конечно, поедут уже наши ребята-бойцы, которым, во-первых, есть что рассказать, которые сами представлены на этих фотографиях. Мы сейчас даже видим одну из фотографий на нашей плазмочке, что действительно боевой состав фотовыставки наши. Да, едет нас около 10 человек. И очень важно как раз, потому что любая фотография – это фотография. А когда рядом с этой фотографией стоят ребята, которые на ней изображены, и не просто вот, они могут рассказать, передать эту атмосферу, потому что ты видишь, да, это, ну, своего рода такое, там, 3D, 4D, как угодно, потому что вот они еще, эти ощущения, вот они, эти глаза, вот оно, это живое воплощение этого мужества и героизма. Поэтому, думаю, как раз это крайне важно. Хочется гордиться от того, что Николаевская фотовыставка наша действительно будет представлена в Венгрии, но мы надеемся, что это не единственный будет европейский город, в котором вы будете. Есть ли планы на другие европейские страны? Знаете, я всегда по любым поводам стараюсь избегать говорить о планах, потому что хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но то, что определенные, скажем так, есть уже, есть мысли, есть определенные уже контакты, да, потому что, опять же, уже к нам тоже обратились и из других европейских стран, из других городов. Поэтому надеюсь, что эта выставка проедется и по другим городам Европы. Спасибо вам большое. Мы надеемся на успех фотовыставки «Наши». Будем держать за вас колечки для того, чтобы Европа действительно увидела, как все происходит на самом деле. Я нагадую нашим телеглядачам, что до студии «Нового дня» завітал директор Миколаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко та Володимир Лейдьонов, військовослужбовец, организатори фотовыставки «Наши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова